МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Время спорта». Сегодня мы побываем на тренировке молодежной сборной команды России по волейболу. В данный момент сборная находится на Всемирной универсиаде, но до отъезда команды нам удалось пообщаться с главным тренером Вадимом Панковым и игроками сборной. Перед своим отъездом в Тайбэй молодежная сборная команды России по волейболу провела сборы в Одинцово. Девушки тренировались под руководством Вадима Панкова, главного тренера команды и наставника Одинцовского заречья. Этим летом волейболистки успели отличиться на чемпионате мира в Мексике, завоевав серебряные награды. Об успехе и сложностях мирового состязания в интервью программе «Время спорта» рассказал главный тренер молодежной сборной России Вадим Панков. Я, во-первых, поздравлю всех болельщиков, кто за нас болел, и в частности Одинцовских болельщиков, которые, я думаю, точно болели. У нас есть такие болельщики, которые за нами ездят постоянно, да, даже и в Турцию, и в Калининград, но в Мексику они не смогли поехать. Это Олег и Надя. Поэтому я всех поздравляю с этим результатом. Мы готовились долго, мы готовились почти три месяца. Мы готовились и в Одинцово, и в Анапе в Жаре, то есть мы привыкали к климату. Часовой поезд, конечно, мы не могли поменять 8 часов, но, тем не менее, мы приехали довольно готовыми. И в чем плюс, мы не переезжали, но мы добились того, что мы не переезжали из города в город, и мы играли в легкие матчи в подгруппе. То есть мы постепенно акклиматизировались и начали играть. То есть мы выиграли подгруппу, потом выиграли четвертьфинала, три игры и вошли в полуфинал. То есть практически по возрастающей у нас было. Хотя, конечно, климат не очень хороший для нас, но ничего страшного. То есть влажность, жара, москиты различные, нормально все. В принципе, так и должно быть. Скользкие полы. Как долго вы ухудривались? Какой был промежуток времени до соревнований? Ну, мы вот начали с 31 апреля, практически сразу закончив чемпионат, сразу начали тренироваться. Отрадно, что в молодежной сборной России играло 7 заречных. 7 заречных. Это Воробьева Маша, Лазаренко, Котова, Рысева, Аганезова, Русу, Иванова. Иванова и Олеся. Поэтому практически вся команда. Ну, мы предусматривали это. Мы, естественно, вообще хотим создать центр спортивной подготовки, поэтому приглашаем сюда сборниц и молодежь, которая лучшая у нас в России, так как я работаю куратором, взаимодействуем плотно с федерацией, с клубами и создаем как бы вот такую отдельную команду, которая участвует в чемпионате России. Но это нам, конечно, помогает. И помогло играть на чемпионате мира, конечно. А так мы готовились много, много, достаточно. Ну, наверное, Япония, да, был самый такой ответственный матч? Самый ответственный матч был сначала в четвертьфинале, мы с Турцией играли. Потому что в Турцию мы играли отборочные, во-первых. Это было в мае месяце мы играли в Турции, и проигрывая 0-2 мы выиграли. То есть команда довольно сложная, тем более играть в Турции было непросто. И мы попали с ними в четвертьфинале и удачно сыграли, выиграли 3-1. И Бразилия, которую мы играли в Китае на Бриксе, соревнования Брикс, политические хорошие соревнования, грамотные такие. Мы с Бразилии 3-2 сыграли тоже. Но вот здесь мы их легче обыграли 3-0, поэтому такие команды самые. А потом, да, в полуфинале нам попалась Япония. Япония очень грамотная команда, очень быстрая, очень комбинационная игра. Защищаются блестяще, конечно, нам было непросто. Но мы выиграли, мы выиграли. Это был критический счет фактически, да? Начало было вообще эмпатом, можно сказать. Нет, мы правда проиграли первую партию. Мы ввели 2-1, мы нормально дошли до четвертой партии. В четвертой партии вообще прекрасно играли. Выиграли 8 очков и не могли добить никак. Добить до пола и перешел удар, драматически перешли в пятую партию. Но не бросили, как говорили, не опустили руки и выиграли. Конечно, это было по идее, так сказать, по логике вещей мы должны были проиграть. Потому что, конечно, это огромный удар, удар по команде. Но молодцы, что выставили. К сожалению, мы выложились там, в полуфинале, и нас не хватило на финал. К сожалению. Но у вас шансы были с Китаем? Ну, мы играли. Мы в Китае их обыграли на Брикс. Мы заняли первое место. Мы их 3-1 обыграли. Это та же команда. Плюс там две девочки добавились. Небольшое усиление. Я не скажу, что там глобальное усиление в Китае. Но здесь нам не хватило силы и психологии, к сожалению. Поэтому, да, проиграли финал. Но мы играли там равно. Два сета мы ввели, равно играли, но концовки проиграли. А третий сет мы уже сдались. Вадим Анатольевич, и все-таки международные соревнования, чемпионат мира или внутренние, внутрироссийские соревнования, есть принципиальные отличия? В чем они? Ну, здесь принципиальные отличия какие? Что мы там играли молодежи все-таки. Здесь, конечно, более опытные, взрослые игроки играют в чемпионате. Такие команды, как «Динамо Москва», «Казань», «Уралочка». Это очень серьезные команды взрослые с своими, как говорится, рисунками. То есть это разные вещи. Но, тем не менее, тем не менее, я скажу, что Япония, Китай, это же Турция, они нисколько не отличаются от взрослых команд. Это состоявшиеся команды, которые могут играть в любом чемпионате, неважно какой страны, и будут, я думаю, в первой пятерке. Поэтому, да, есть здесь и сходство, и разница. Впереди у спортсменок Всемирная универсиада, которая пройдет с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй. Состязания состоятся по 21 виду спорта. Волейбол является одним из 14 обязательных видов, включенных в программу универсиады. Уже распроданы 12 тысяч билетов. Два года назад российская команда под руководством Вадима Панкова становилась победителем международных студенческо-молодежных спортивных соревнований. Пожелаем успехов девушкам и в этот раз. Мы плавно перешли в подготовку к универсиаде. Здесь уже вторая сборная России. То есть здесь более старшие девочки, плюс те, кто лучшие были на чемпионате мира. То есть те же 20-летние девушки. Мы готовимся к универсиаде и буквально через два дня улетаем в Китай. Не в Китай, в Тайбэй. Ну, это рядом, да, китайский Тайбэй на остров. Часть игроков, да, едут и будут участвовать в соревнованиях. От нас это будет Лазаренко, Котова, Русу, Рысева. Четыре игрока точно едут. Ну и под вопросом еще два игрока. Два года назад команда под руководством одержала победу. Не все, да. Какие шансы сейчас у девчонок? Да, мы были в Корее, мы играли в Гуанчжоу. Очень удачно сыграли. В этом году мы омолодились. То есть эта команда моложе, чем та команда, потому что та команда была очень взрослая. Там играли и Заряжка играли, и Филиштинская, которая сейчас составляет костяк основной сборной национальной. Здесь более молодая команда. Но мы надеемся на победу, независимо от тех, кто играет. А те команды, с которыми вам предстоит встретиться, это будут те же сборные, с которыми вы играли в Мексике? Нет. Там есть часть команд, допустим, та же Украина, очень серьезная команда, которая играла в Лиге чемпионов. Это Южный, химик Южный, город из Южного. Поэтому это серьезный плюс добавился Америка. Вы знаете, что университетский волейбол и вообще университетский спорт в США очень развит, поэтому это тоже угроза. Ну и плюс такие команды Южный тоже, и Таиланд, и Тайпей, это все команды, которые здорово играют. Вообще, как Россию встречают иностранные болельщики? И есть ли они у нас? Да, вот если взять Мексику, очень хорошо встречают. Там болеют не за команду, а болеют за хороший волейбол. Они переключаются. Причем весь зал болеет, выиграла одна команда, болеют за нее. Как только проигрывают, сразу переключаются и болеют за другую команду. Это классно. То есть никаких там нет привязанностей. Но там есть русские, которые там живут. Конечно, они болеют за нас, плакаты. Мы фотографировали с ними, подписывали баннеры, мячи подписывали. Но часть вот мексиканцев, они просто болеют за хорошую игру. Что ждет за речи в новом сезоне? Каким мы его встретили? Мы омолодились, совсем омолодились. То есть у нас ушли даже и молодые игроки, которые, как говорится, в принципе, только начали играть. Но в связи с обстоятельствами, с определенными, ушли. Поэтому в этом году мы будем терпеть, бороться, говорится, за восьмерку. А в дальнейшем, конечно, мы усилимся. Хорошо, что нам помог Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор, он помог в этом году. Поставил нам задачи. Министр спорта Роман Игоревич Черешков тоже нам поставил задачи. Поэтому в этом году, конечно, невозможно. Потому что комплектация закончена, все девочки разошлись по клубу. Но я думаю, что часть вернем, а часть вырастет. Поэтому будем надеяться, что будем хорошо играть. На сегодня это все. Вы смотрели передачу «Время спорта». До встречи на ОТВ.